Музыка И здравствуй, YouTube! С вами Зигзагадж, и вы смотрите 24 серию летсплея на модпаке Magic Farm 2 из Fit the Best Launcher. Я отдыхаю тут у себя, на терраске. В прошлой серии мы с вами начали заниматься пчелами. Я, на самом деле, достаточно долгое время не записывал, потому что я пытался этих самых пчел довести до нужного мне состояния. К сожалению, я пока что дошел до Noble и частично до Majestic. То есть, есть у меня разные варианты. Естественно, я получил Unwary. Я все время получаю вот этот вот вид пчелок, ну, точнее, эту линию пчелок, вместо той, которая мне нужна. Я не знаю, почему так получается. Кроме того, я, собственно, поносился по миру со своим Bound Blade и нашел две Wig Blood Shard для того, чтобы сделать, собственно, себе нашлепки для алтаря четвертого уровня. Кроме того, я много времени провел за тем же самым алтарем. Наделал тут себе кровавых рун. Расставил их в нужном, как сказать, месте для того, чтобы получить себе алтарь четвертого уровня. И, в принципе, я думаю, что я сейчас готов как раз этот алтарь уже сделать. Внизу там потихонечку дохнет паук. Только что-то он какой-то, видимо, здоровый, что ли, очень. Что-то он никак не сдохнет, судя по звукам. Ой, он какой-то босс. Ладно, думаю, рано или поздно умрет. Да, собственно, после обновления пака стал немножко по-другому себя вести наш Корпорел Аттрактор. Он теперь паучков почему-то притягивает к себе не всегда. Я не знаю, с чем это связано, возможно, еще и справится. И, кроме того, такое ощущение, что Аркейн Левитатор начал более сильно выталкивать суда мобов, потому что теперь у меня весь дроп, который, по идее, раньше падал вниз и там собирался хоппером, теперь он весь себе плавненько вот здесь вот себе левитирует. Видимо, так это называется. Так, что у меня, кстати, здесь с кровавой сетью? 22 920 жизненных очков. Ну, что неплохо. Давайте себе сделаем нашлепки для четвертого уровня алтаря, пока наши пчелки там пытаются мутировать. Так, мне нужен Large Blood Stone Brick. Делается он весьма просто. Получаем аж 32 штуки. Так, где тут наш обычный камушек? Просто его совместим с нашим слабым осколком крови, получаем аж 32 таких кубика. Мне, в принципе, нужно 4. Остальные, ну, не знаю, можно использовать где-нибудь для декораций. На самом деле, не знаю, куда их еще применить, потому что с ними, насколько я помню, больше ничего сделать-то и нельзя. Так что давайте себе подведем алтарь к четвертому уровню. Так, как бы мне только... Угу. Надо уже, собственно, избавиться от этого призывного меча, потому что больше смысла мне в нем нету. Он мне сейчас больше не нужен. Ать! Кстати, есть у меня такое что-то нехорошее ощущение, что я ставлю на один блок выше свои кубики. Очень скоро узнаем. Мне казалось, они должны были немножко ниже быть. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Да, что такое? И четвертый. Паучок все еще там мучается, я слышу. Если у него там какая-нибудь регенерация есть, это будет весьма грустно. Так, и алтарь четвертого уровня. Ура! Так, для чего мне нужен был алтарь четвертого уровня, кто помнит? Для того, чтобы себе сделать Dask, мел. Тот самый мел, который нам позволит проводить более сильные ритуалы, более мощные ритуалы следующего уровня. Нам нужен для этого блок угля. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Так. Блок угля получили. Дальше нужно будет себя еще немножко покалечить, но сначала поспать. И я вернусь. YouTube я решил попробовать все-таки избавить этого паучка от мучений, потому что меня это раздражает, если честно. Надеюсь, что он... Так, стики и регенерейшн. Понятно, почему он, собственно... Ай! Ай! Фу ты, е-мое! Хе-хе, ладно, как обычно. А YouTube я уже успел расстроиться, то, что все свое потерял, потом, оказывается, нет. Оно все успешненько... Так, это не мой меч. Свалилось в наш замечательный сундучок. Так, это тоже не мое. Тут много, оказывается, как всего-то у нас. Так, и вот, собственно, тут есть предметы, которые мне совершенно теперь не нужны. Так, ладно, сейчас я все это дело соберу, рассортирую и вернусь. И поехали! 4,5 тысячи LP у нас есть. Нам нужно, кажется, либо 2, либо 3 тысячи. Я все время забываю, сколько он стоит. Уже получился. Какой шустренький. И, собственно... Да, 2 тысячи было нужно. У нас получилась, так, необходимая нам еще одна руна. И давайте сюда вернем, что ли, шарик, чтобы он остаток засасал в нашу сеть. При помощи... Теперь, точнее, при наличии этого мелка, мы с вами сможем себе дополнить наш ритуал копания. И, собственно, почему бы нам это не сделать? Давайте возьмем себе какой-нибудь сундучок. Наверное, даже пусть это будет сундучок из железа. 6, 7, 8. И возьмем наши руны. Правда, кстати, хватит ли мне 24? Что-то вот я не подумал как-то, что надо бы посчитать. Возможно, что и не хватит. Но очень скоро узнаем. И надо будет посмотреть, как там наши пчелки. Себя очищают. Так, и мне нужен мой дивайнер. Вот эта вот штуковина, рогатулька. Рогатинка наша. Так, давайте выберем место. А, собственно, почему бы нам не попробовать поставить этот ритуал в нашем новом измерении? А, у меня нету чанк-лодеров. Может быть, нам сделать много чанк-лодеров? Маленьких. Спот-лодеров. Таких вот. Ммм, нет. Не будет такого количества эндерперлов. Точнее, будет, но я не хочу их тратить. Ладно, сделаем обычный чанк-лодер. Это проще. Книжица. Раз, два, три. О, у меня есть книжица. Ура. Так, и два алмаза. И четыре обсидиана. И сколько там? Пять золота. Ну, золото заканчивается. И эндерперл. Странно, вроде копал. Куда оно опять делось, непонятно. Чанк-лодер. Чанк-лодер. Готово. А теперь все-таки давайте пойдем в наше новое измерение и посмотрим, как там с ресурсами дела обстоят. А в комментариях вы мне говорили то, что там с ресурсами будет все плохо. Вот заодно и проверим. И тут ночь. Значит, все-таки ночь в этом измерении есть. Ну ладно, будем знать. Давайте где-нибудь недалеко, собственно, от места спауна поставим наш ритуал. Кстати, тут еще из-за этой дурацкой травы его будет весьма непросто поставить. Насколько я помню, он у нас требует площадь 5 на 5 блоков. Пустую. Так, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. То есть как-то, видимо... Три, четыре, пять, да. Как-то, видимо, вот так. Так, то есть вот здесь у нас получается мастер-камень наш. И, собственно, от него давайте потащим наш ритуал. Так, зря это сделал. У нас был выбран правильный ритуал. Ritual of Magnetism. И он тут у нас теперь есть. Не пропустить бы его. Вот он. Так, готово. Сколько у нас энергии в нашей сети? 25470. Ладно, пусть будет. А, я с собой не взял активационный кристалл. Все время про него, блин, забываю. Ладно, давайте, по крайней мере, сюда сейчас поставим наш чанк-лодер. И включим границы чанков. Давайте, наверное, поставим его тогда вот сюда. По умолчанию два чанка. Нормально, вполне себе. Да, кстати, я прочитал в вики по Blood Magic, что теперь, начиная с какой-то из версий, видимо, с версии 0.7, у нас вот этот вот ритуал выкапывает не 3 на 3 на 3 под собой. Ну, в смысле, не такой вот квадратик, а аж 7 на 7. Вот заодно сейчас и узнаем, так ли это. Потому что, конечно, с одной стороны, было бы неплохо. Ритуал не самый дешевый. При всем при этом, если бы он накопал нам побольше, было бы замечательно. Так, где мой активационный кристалл? Вот мой активационный кристалл. И осталось. У меня, кстати, 8 ритуальных камней. Но у меня, а, в любом случае, нет второго мастера Ричелл Стоуна. Как он там делался-то? Нам нужно 4 Ричелл Стоуна обычные. У-у-у-у. Нет. Не сейчас. Не сейчас. Пока без автоматизации обойдемся. Главное запустить ритуал и посмотреть, что он работает. Курица, ты что здесь делаешь? И? Так, есть у меня ощущение, что, ребятки, вы были правы. Что в этом дурацком измерении нету рут вообще. Потому что ритуал вроде как активен. При этом он ничего не копает. Какая, блин, прелесть. Ну ладно, значит, это измерение у нас исключительно ради кристаллов получилось. Ладно, сейчас все это дело уберем, и я вернусь. Так, собственно, пока я здесь увидел, что у меня немножко упала, упал уровень насыщения. Я вспомнил то, что я хотел попробовать сделать какую-нибудь новую еду. Именно для этого я здесь вырастил, ну, не очень много кукурузы. Но все-таки кукурузы. Я хочу попробовать сделать тако. Такая замечательная, замечательная мексиканская, или испанская, как правильно, мексиканская, наверное, все-таки еда. Нам для нее нужна штука по называемой тортия. Делается она из как раз кукурузной муки. И нам нужен прибор. У меня его нету. Ладно, как делается прибор. Все-таки вы мне писали в комментариях, что вы хотите увидеть какую-нибудь новую еду. Поэтому давайте попробуем эту новую еду сделать. Я посмотрю, насколько она вкусная, насколько она хорошо меня насыщает. Если она насыщает меня неплохо, то я ее также добавлю в свою автокухню, чтобы она производилась автоматически. В итоге, может быть, мы с вами даже когда-нибудь, как сказать, у нас получится сделать что-то вроде ресторана. Где у нас будет разный выбор блюд, в зависимости от ваших предпочтений. Так, и дальше мне нужна водичка и что-то вроде сковородки. Что-то вроде сковородки и водичка. Как мы с вами поступим в плане воды? Хороший вопрос. Конечно, проще всего это было бы запихнуть в Cyclic Assembler. А, кстати, после обновления пака я заметил одну отличную вещь. Наши машины из Forestry постоянно жрут энергию. Ну, это как бы было всегда, это было нормально. Но после обновления они стали ее сжать в таком количестве, что вся моя электростанция не могла справиться с тем, чтобы просто вот эти вот четыре машинки здесь стояли и ничего не делали. То есть у меня разряжались полностью вот эта вот ячейка, ячейка на улице и все прочее. Поэтому мне пришлось сюда поставить еще одну и сделать ей выключатель. То есть сейчас к ним энергия не идет. При этом я не понимаю. Скорее всего это, как сказать, ненамеренно было сделано, потому что вот действительно четыре машины и все, энергии нет. Учитывая, что у меня достаточно неплохой процент генерации этой энергии. В принципе, две ячейки еще стояли и все это дело высосать за там 3-4 часа. Это как-то сильно. Так, ладно, мы с вами думали, что же делать с водой. Хотя ладно, я думаю, что 8 баночек из безвакса нас с вами спасут. Только все еще вопрос, конечно, где их наполнить, но я думаю, что я их наполню ручками. Не так? Не так? А, вот так. Четыре. Мне нужно еще четыре. Кстати, надеюсь, что их можно использовать. То будет тоже весьма весело. И наполним наши баночки. Так, теперь наша сковородка, наши водные капсулы и наша мука. Да, получаем тортия. 8 штучек. Дальше нам эти тортии нужно смешать с сыром, со стейком и с салатом. Я думаю, мы сможем найти сыр. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Я думаю, мы сможем найти где-нибудь стейк. Хотя вот со стейком, кстати, могут быть варианты. Нет, у нас здесь только хлебушек, но я знаю, где у меня лежит стейк. Который, кстати, еще нужно зажарить. И салат. Давайте его пока здесь порвем. Пока мы все равно проходим мимо. Как раз восемь штук. Стейк у нас с вами лежит вот в этом сундучке. Десять штук есть, нам нужно восемь. Давайте его обжарим. Воспользуемся, наверное, вот этой печкой. Так, и салата нам столько тоже не нужно. Нам нужно всего-навсего восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, восемь стейка готово. И теперь стейк, сыр, салат и тортия. У-ху, тако! Ну, давайте посмотрим. Так, у меня сейчас семь единичек свободно. Четыре. Точно так же, как и бургер. Как и чизбургер, если быть точным. Но при всем при этом, ладно, хоть какая-то другая еда. Ладно, пусть она будет у нас в инвентаре. Возможно, мы ей воспользуемся. Куда бы деть без векс? Наверное, его нужно положить назад-вниз. И, более того, я здесь точно так же за кадром себе все-таки мучил рыбок и догнал количество необходимого нам рыбьего жира до трех тысяч единиц. То есть то, что нам, в принципе, с вами и нужно. Давайте его заберем и сделаем себе... Для чего мы это делали-то? Полированное дерево. И, кстати, да. Я, собственно, написал в комментариях, но вам не показал. Я все-таки сделал подвод лавы к печке. Я сделал это снизу. Просто тупо проведя трубу снизу. Так что здесь теперь все стало немножко почище. А вот здесь у нас теперь сделалась станция для наполнения наших ячеек лавой. Ну, это так тоже. Детали. Так, мне нужен один кусочек дерева. Один, не два. Замочить это дерево в рыбьем жире. В трех тысячах рыбьего жира. Нет? Не то дерево? По-моему, процесс не идет. YouTube, кто внимательный? Кто бы уже понял, в чем моя ошибка. Не три тысячи, тридцать тысяч единиц рыбьего жира. У меня есть только одна десятая часть. Но при всем при этом я съесть немножко сырой рыбы. В инкубаторе, к сожалению, все пусто. Но я думаю, что я могу начать разогревать свою печку для того, чтобы получить сюда еще этот самый замечательный рыбий жир. Ох, ну значит, видимо, в этой серии мы с вами не успеем сделать. Хотя, я должен сказать, что пока я здесь носился по миру между сериями, я еще немножко порыбачил. И, собственно, нарыбачил себе еще вот эти вот штуки. Stingray называется. Но, в принципе, в них нету ничего интересного. Мы их можем скрещивать только с теми рыбками, которых у нас с вами пока нету. И при всем при этом производят они только poison droplet, который, собственно, нужен для каких-то странных апгрейдов, которые мне, в принципе, тоже не сильно интересны. Поэтому, наверное, будем продолжать с вами мучить наших minnow. Я думаю, что у них там еще есть корм. В принципе, учитывая то, что у нас начал нормально работать инкубатор, можно, наверное, наши запасы из аквариума... О, тут еще, к тому же, появились рыбки. Вполне себе, как сказать, израсходовать. Потому что, наверное, больше они нам там сильно не нужны. Хотя, при всем при этом, нам 10 рыб дадут только 750 единиц рыбьего жира. Давайте заберем отсюда. К сожалению, shift-click здесь не работает на перемещение. Поэтому, как бы, наверное, процесс-то будет совсем не быстрый. Я боюсь даже себе посчитать, сколько мне нужно в итоге рыб, а то, чтобы все это получилось нормально. Так, и мы рыбку нашу выбрасываем для того, чтобы она, извиняюсь, сдохла. Чтобы у нас из обычной рыбы получилась сырая рыба. Так, все выбросили. И подбираем. 12 штук сырой рыбы у нас получилось. Так, главное не забывать, что в ванночке у нас с вами налито уже 3000. Тут у нас 21, надо бы еще, кстати, хотя бы одну. Нет, я это зря сделал. Я не хочу включать инкубатор до тех пор, пока он у меня полностью не заполнится яйцами и кринками. Так, наверное, будет как-то немножко поправильнее в плане расхода энергии. Все-таки кушает он так прилично, прямо скажем. Так, у меня 3 самки, 2 самца вот этих вот штук. Поэтому, наверное, возьмем такую штуку и тоже заставим ее быть сырой рыбой. Делаю это для того, чтобы у меня здесь было равное количество рыбешек. 21 нехорошее число, так будет 22. Ммм, кстати, он нам дает 170 бирибакетов. Ха-ха! Тогда, может быть, я не прав. Тогда, наверное, можно именно их начать разводить в нашем фиштенке. Давайте-ка возьмем пару штук. И надо бы еще, наверное, сделать немножко себе прикормки. Давайте возьмем пару стеков земли и пропустим их через сито. Надо, на самом деле, отключать сумочку, когда я не копаю. Ой, и вот куда вот все это, простите, делось? Сумочку отключим. У меня что, глюки? Я же взял два стека земли. Ну и вот куда он опять делся? Что происходит? Теперь он ушел сюда. Эх, какая-то лажа. Раз, два. Получилось у нас здесь немножко еды для рыбок. Давайте ее поместим в наш типа аквариум. Сколько тут у них осталось-то? А, они только начали свой жизненный путь. Так что еще какое-то время придется нам с ними помучиться. Так, как тут наши, кстати, пчелки? Noble Majestic Imperial. Отличненько. Попробуем скрестить Majestic и Imperial. Так, здесь у нас есть Majestic. Скрестим ее Snowball. Здесь у нас еще не умерла Majestic. И здесь у нас производятся стринги комбы, которые мне, в принципе, тоже нафиг не нужны. Потому что труп-то здесь нету. Соответственно, прополис мне особенно не нужен ни для чего. Вот как-то так. Ладно, подождем, пока что-нибудь произойдет, и я вернусь. А, YouTube, у меня для вас несколько новостей. Во-первых, я, собственно, убираю свой шарик. Означает то, что я все-таки сделал себе еще несколько рун. И более того, у меня есть еще 4 руны, 4 обсидиана и Magician's Blood Orb. Что это означает? Да, собственно, то, что мне теперь хватит на второй Master Ritual Stone. И мы с вами, в принципе, сможем-таки построить систему по автокопанию. Да, небольшую. Да, весьма примитивную. Но все-таки систему. Сейчас мы это дело положим сюда. Потому что есть новости у меня еще. Во-первых, я сюда поместил наших скатов. И что бы вы думали? Эти собаки не хотят работать. Потому что им нужна соленая вода и Ethereal. Ethereal это эфирное. Ну, не знаю, имеется в виду, что, наверное, им нужно больше воздуха. Вот как победить первую их проблему, я знаю. Нам нужно сделать соленатор. Ну, возможно, они после этого захотят работать лучше. Соленатор апгрейд делается при помощи соли, алюминия и Basic Impurity. Basic Impurity делается ферментированный глаз паука. Какая гадость. Фу. Две штуки. Есть у меня два глаза паука. Найдем. Есть у меня два грибочка. Есть два грибочка. И два сахара. Четыре соли возьмем, потому что она в любом случае нужна. Где мы с вами можем взять сахар. У меня только два тростника. Ну, хотя, ладно. Пойдемте нарубим. В отличие от соли, с сахаром у меня проблемы. Благо... Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Тростника у меня тут растет немало. Так что, думаю, с сахаром тоже больших проблем не возникнет. Так. Давайте один случайно срубленный поместим на место. Так. Остальные, вроде как, все у нас компоненты имеются. Давайте попробуем это сделать. Так. Мне нужно два глаза паука. Значит, нужно два сахара. Два сахара. Два грибочка. Два глаза паука. Потом мне совершенно точно было нужно кусочек золота. Сколько там алюминия? Алюминий-алюминий. Кажется, пять штук. Четыре Незеррека. Один Незерворд. Четыре Незеррека. Один Незерворд. И импьюрити апгрейд. Косточка. Дубль два. Импьюрити апгрейд. Готово. И теперь соленатор апгрейд. Не хочет. Ладно, сделаем ручками. Мы не гордые. Тебе что, не нравится эта соль? Я же все вроде правильно сделал. Ну, как бы ладно, я другую соль возьму. Ну, вообще странно. Чему-то соль не понравилась? Что я делаю не так? Алюминий. Магнезия! Да, помню, с магнезией-то у нас с вами были какие-то проблемы. Понятно. Не будем мы сейчас это делать. Очень-очень не хочется. К тому же у нас есть с вами более интересные дела. В частности, построить нашу систему автокопания. Более того, третья новость. Мои пчелки. Я вывел империал. Но, как вы видите, эти замечательные империал не хотят меня лечить. Дело в том, что у них пока отсутствует... Ну, как отсутствует? У них ген Beautify, который нам позволяет, собственно, получать регенерацию, он пассивный. То есть нам нужно все-таки еще вывести их каким-то образом, чтобы он стал активным. Надеюсь, что у меня это получится сделать. И остальные пчелки у меня тоже работают. Так, при всем при этом, учитывая то, что у нас с вами получилась такая лажа с измерением, я думаю, что наша с вами система, она никоим образом не портит, собственно, внешний вид. Поэтому давайте попробуем поставить ритуал прямо вот здесь. Так вот, в наглую. Прямо перед дома. Выходим отсюда, а здесь радость какая. И нам, соответственно, сундук нужен, а вот Чанк-Лотер нам не понадобится. Так, дивайнер у меня с собой. Мне еще нужно взять вот этот вот мелок. Так, и поспать, что ли? Хотя ладно. Так, 5 на 5. Допустим, вот от этого факела. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Раз, два. Значит, вот здесь у нас будет центр. Так, у меня здесь, надеюсь, что все еще выбран нужный ритуал. Готово? Готово. Так, вот теперь нам нужно на него сверху выдрузить наш второй ритуал. Он тоже у нас займет 16 камушков. Давайте воспользуемся каблом. Ай. Кстати, здесь у меня крыша. Неудачное место для ритуала. Сносим. Жалко. Ладно, сейчас найду какое-нибудь другое подходящее место и вернусь. Да, в принципе, ладно. Пусть будет здесь, на задворках. Тоже не очень далеко от дома. Собственно, почему я хочу это сделать поближе? Чтобы было куда добежать. И собрать, так сказать, всю радость, которая здесь у нас образуется. Таким вот образом мы поставим наш второй мастер-камень. И переключим его в режим Crusher. Вот сейчас он построит, собственно, то, что может. А дальше ему нужно будет поместить сюда наши Dusk Stones. Так, мне надо посмотреть, как делается этот ритуал. Секунду. Ага. По краям у нас должны стоять наши камушки серого цвета. Наверное, это имеет смысл сделать вот таким вот образом. Раз камушек. Два камушек. Три камушек. Четыре камушек. Это можно убрать, можно не убирать. Ну, давайте представим, что наш Дивайнер все это сделал самостоятельно. Так, возьмем наш серенький мел и нарисуем здесь руны. Почему серенький? Черненький. Так, и продолжим, собственно, составлять ритуал. Все, камушки закончились, ритуал готов. Так, теперь давайте активируем сначала нижний. Для того, чтобы он начал собирать нам наши руды. Процесс пошел. Так, теперь нам нужно каким-то образом пробраться наверх. Это я весело построил. Активируем этот ритуал. И поставим сюда Iron Chest. Как только мы это сделаем, у нас в него, по идее, должны начать попадать наши руды, которые выкапываются ритуалами. Такая вот системка автокопания у нас получилась. Странновато выглядящая и не очень эффективная. Но при всем при этом нам она сейчас не стоит, ну, практически ничего. Активация ритуала дорогая, а при всем при этом работают они, ну, не на воздухе, конечно. Но для того, чтобы получить одну руду, вот этот ритуал требует 50 единиц жизненной силы. Для того, чтобы ее выкопать, требуется вообще 7. Так что, нормально, зайдет. Ладно, вернемся сюда через некоторое время и посмотрим, что же у нас получилось. Учитывая то, что ночь надо все-таки поспать. И я надеюсь, что у меня мои пчелки вполне себе все-таки выгодуют время и, как сказать, мутируют этот ген, который Beautify, для того, чтобы они могли меня лечить. После этого наше с вами занятие Blood Magic, почему я все время называю ее Blood Magic, пойдет просто как по маслу. Так понятно, они здесь спали и ничего не делали. Ну, да ладно. При всем при этом я хочу сделать еще одну вещь перед тем, как завершить серию. Как я вам в прошлый раз, собственно, говорил, у меня получился коллапс с Сомкрафтом, из-за того, что обновилась версия. Но при всем при этом я тут уже успел изучить нужного нам големчика. Собственно, големкор называется Alchemy. Делается при помощи инфузии. А вот это вот весело. И как же я, простите, это должен сделать? Хм. Нам нужно взять голем Анимейшн Корр Декентинг. Она-то делается, собственно, да. Достаточно просто. Ладно, давайте хотя бы начнем. И в плане самого големчика я думаю, что я буду использовать вот этого. Големчик, сделанный из плоти. Он быстро чинится. Он может нести сразу 4 единицы. У него 2 апгрейда. У него неплохая скорость. Но единственное, что он достаточно не сильный и непрочный. Ну ладно. Так, нам нужно 9. Взять себе зомби флэш. Я думаю, у меня есть 9 зомби флэш. Было бы странно, если бы у меня не было 9 зомби флэш. Так, и все-таки нам еще нужен сам по себе голем Анимейшн Корр. Тут нам нужно 8 спиритуса, 8 мотуса и 8 хумануса. Кажется, и спиритус, и хуманус у нас есть как раз вот здесь. Нет, здесь есть только хуманус. Нам его нужно 8. А спиритус у нас, по идее, есть вот здесь. Ну, тут еще много разных всяких компонентов. Ну ладно, вообще, пусть будет. А в плане мотуса воспользуемся нашими дверями. По одному. Ну ладно, что делать. Так, как делается дверка-то? Ой. Ой. Случайно не тот рецепт посмотрел и испугался. Так, 4. Нужно еще какое-то количество. У меня есть 2, мне нужно 8. То есть еще 6 нужно. Сделать дверей. Хотя мне казалось, что мотус... Ой. Не то делаю. Что мотус из них получается не по одному, а по два. Возможно, опять какие-то проблемы в конфигах. Ладно. 6 дверей, пожалуйста. Раз, два, три. 8 штук есть. 8. 8 этого. 8 этого. 8 этого. И блок плоти. Так, это нам, собственно, даст возможность сделать нашего големчика. Из плоти. Плотский големчик у нас получается. Так, очки нам не надеты, если что. Как бы подойти и так, чтобы не попасться. Так. Раз. Два. Три. Четыре. Големчик. Флэш-голем. Отлично. Тут у нас много еще всякого барахла. Кстати, спасибо Вайлу, она теперь и это умеет показывать. Интересно, а если я сниму очки? А, так не работает. Ладно. Умница. Профессор Мебиус. Или как его там бишь зовут? Автор Вайлы. Сделал все правильно и красиво. Так. Дальше, что нам нужно еще сделать? Нам нужно сделать голем анимейшн корр обычный. Голем анимейшн корр бланк. Ну, почему же ты мне не хочешь показать рецепт-то? Как бы... А, вот, понятно. Найтор и четыре кирпичика. Найтор у меня, боюсь, закончился уже. Я его, когда что-то там использовал. Конечно, если что, можем сделать еще. Да, Найтор у меня нету. Да и, наверное, четырех кирпичиков у меня сейчас тоже. Как бы... Есть Незеровские кирпичи. Обычных, наверное, нет. Бернбрик. Десять штук. Ладно, значит, сделаем еще четыре кирпича. Это же делается обжариванием глины, правильно? Я ничего не путаю. Уже вот так получаем кирпич? Кирпич. Да, правильно. Так, Найтор. Нам нужен лакс и уголь. Раз, два, три. Кажется, glowstone в качестве катализатора. И шесть наших факелов. Кажется, да? Забыл все рецепты. Так, три потенция, три лакс, три игнис. Это получается шесть угля. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. И два glowstone. Я, кстати, при всем при этом надеюсь, что сейчас у меня получится два Найтора. Как и должно получаться. Кстати, нам нужно будет с вами сейчас опустошить, на всякий случай, наш котел. Тут как бы уже все полезло из него, но это даже ладно, меня не это пугает. Меня пугает то, что там может какой-то из наших компонентов помешать. Ой. Ну, совсем-совсем. Расплылся. Блин, горелый. Не люблю я это дело. Ну, что делать? Так, пустой котел. Хоть и на нем немножко флагса висит, фиг бы с ним. Так, подойдем поближе. Три угля. Шесть факелов. Два glowstone. Два Найтора. Вот, теперь все правильно. Теперь все срабатывает. Отличненько. Теперь сделаем, собственно, голем анимейшн кор. Этот верстак ближе оказался. А, он, кстати, требует еще и магии, так что не зря я воспользовался этим верстаком. Так, и нам нужно его сабгрейдить до дикентин. Дикентин нам позволит таскать жидкости. Нам нужно пять аква и пять воид. Интересно, а ведро с водой у нас что делает? Ватербакет. Если мы посмотрим на юзыч, кажется, здесь мы можем... Нет, не можем увидеть его компоненты. Значит, придется сделать ведро с водой. Зачем я побежал сюда? На всякий случай. Так, о, у меня нет с собой ведер. Я их, кажется, все-таки где-то потерял. В очередной раз. Ладно. Железа немало. Ведро. Вода. Не отсканировано. Давайте отсканируем. Да, чтоб тебя. Есть у нас здесь вакуус. Есть у нас здесь вода. Пять воды только нам нужно. И пять вакууса. Это как бы не самый, по-моему, правильный вариант. А если мы с вами возьмем, скажем... YouTube, я очень хитро вышел из положения. Я использую сундук для того, чтобы получить четыре вакууса. Насколько я помню, он так умеет. Да. Ведерко, чтобы получить пятый. И четыре воды. И, собственно, water droplet для того, чтобы получить последний наш компонент. Последнюю нашу воду. Так, ну давайте попробуем. Раз. Два. Три. Четыре. Отлично. Декентин. Теперь нам, конечно, это хорошо бы заинфузить. Но вот, к сожалению, нет у меня здесь нужных компонентов. И если бы я еще знал, каким образом их суда без наших труб и без возможности, собственно, вынимать компоненты вручную из орембиков, получить, я был бы, на самом деле, очень сильно доволен. Так что на этом, видимо, мы с вами будем прощаться до следующей серии. Я пока что порою интернет на предмет того, как же, собственно, это сделать правильно. Или неправильно, или хоть как-то, что называется. Потому что сейчас, если честно, я слегка теряюсь в догадках, что там нужно сделать, чтобы это получилось. И надеюсь, что у меня к тому времени все-таки получатся мои... О, правильные пчелки. Кстати, у меня получились пчелки. Давайте тогда, перед тем, как прощаться, я их посканирую. То вдруг у меня здесь уже что-нибудь хорошее есть. Так, битифик... Нет. Все еще в пассивном режиме. В пассивном режиме. В пассивном режиме. И здесь в пассивном режиме. Он везде есть, но он везде пассивный. Может быть, пятый трон? Не-а. Не везет. Ладно. А второй улей? У меня опять весь инвентарь загаженный. У этой у нашей принцесски вообще нету ни одного эффекта. Ни активного, ни пассивного. Так что, думаю, что ей, наверное, нужно будет посадить какого-нибудь хорошего дрона. Допустим, вот этого. У него хотя бы в пассивном варианте есть этот ген. Хотя вот у этого тоже был. Ну ладно, что делать. Значит, ждем следующего поколения. Надеюсь, что они все-таки рано или поздно выведутся. Ну что, YouTube, при всем при этом у нас с вами пришло время нам прощаться. Надеюсь, что вам понравилось. А мы с вами увидимся в следующей серии. До новых встреч. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!